друзья вашему вниманию классический классический коллектор бестолочь обычная которая нельзя размножаться вот пожалуйста слушайте и как говорится веселитесь так поехали верест компания во всей красе михайлова альбина викторовна компания эфире с разговора у нас записываются скажите пожалуйста а вы валерий анатолий 63 года рождения верно валерий анатольевич с вами разговаривать собственной персоной что вы хотели по поводу ситуации вашей задолженности перед компанией не кредит к сожалению вас или просрочка сейчас как вы выберете из графика ваших аннуитетных платежей 177 дней назад то есть с ноября месяца вы оплаты перестали производить на данный момент у вас имеется задолженность в размере 36366 рублей и оплату необходимо произвести до 16 числа включительно в какой затягнить платеж от вас поступает а вы получается представители да их работа на основании агентского договора а еще агентского тоже не поцессии да я понял да 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 я вопрос хочу задать коль вы представители вам ну вы же в принципе не заинтересованы просто ну как бы альтруистически трудитесь скажите вот если я выжду три года то тогда уже все да наверное может мне не смысл просто подождать три года а если вы ссылаетесь на срок исковой давности то к сожалению валерий анатольевич к вам это не будет относиться потому что срок исковой давности считается если вас за этот промежуток времени абсолютно никак не информировали о вашей задолженности то есть не смс уведомлений можно с ними то это не обсудить не звонки в этом случае да соответственно как бы срок исковой давности бы наступил а так как вам вас информируют и смс уведомлений вам направляют поэтому срок исковой давности для вас не наступит смотрите в 203 статье какая написано что в течение срока исковой давности прерывается лишь только совершением обязанным лицом действуй действий свидетельствующих да подождите я брать так как ну-ка Срок исковой давности наступает с момента, когда должник узнает о задолженности. Я вас тоже сейчас проинформировала о вашей задолженности. Срок исковой давности начинается с этого момента. Ну, слушайте, правда, начало течения срока исковой давности. Давайте вместе прочитаем. Смотрите, подъем. Валерий Анатольевич, вы сейчас открыли гражданский кодекс России. Так что не забудьте прочитать 807-ю статью, 39-ю статью. Вы, если трубки не положите, мы же вместе почитаем, да, их? 807-я какая статья, да? ГКРФ, верно? Анатольевич Займон, да, конечно. Да-да-да-да. С чего начинаем? С вашей статьи, с 200-й, да? Ну, просто хочу разобраться. Может, действительно, и ваша работа незачем здесь. Вы на меня время... Начало течения срока исковой давности. Вы правильно, да, вот я? Да. Если законом не установлено иное течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску. Ну, что я вам сейчас и сказала... Ну, дайте дочитать по иску о защите этого права. А иска-то не было. Валерий Анатольевич, во-первых, у вас договор Займа на руках находится. Не-не-не, в законе написано. В законе, в статье закона по иску. Ну, проинформировала о вашей задолженности. А иска-то где? То есть, вы лицо, являющиеся должником предкомпании Миккенди, только что узнали о своей задолженности. Как вы это докажете, что я узнал? Да вы же, Валерий Анатольевич, а ведется запись разговора. Да вы же, чего вы взяли, я скажу, что я не разговаривал с вами. Я видел запись имеется теперь о том, что вы сегодня узнали о своей задолженности. Ну, девушка дорогая, ну почему вы сами себя пытаетесь обмануть? Валерий Анатольевич. Ну, я воспользуюсь, друзья, своим правом, предоставленным мне технической частью всего происходящего. То есть, я вставлю чуть-чуть попозже комментарий, вот именно сейчас, попозже я имею ввиду относительно звоночка. Так, какая-то компания Эверест сообщает мне, что я кому-то что-то должен. А что не соседка или не дворник мимо проходящий мне об этом сообщает, и я теперь должен звонить, ой, я теперь должен по какой-то причине платить кому-то, да? Я с тем же успехом могу позвонить в эту компанию Эверест и сообщить им, что они теперь должны платить моему брату. И все, и до свидания. Вот я же позвонил, сообщил, с чего это взял это дело десятое, да? Это по их логике. А вот по ее логике задумываться, включать мозг незачем. А давайте сразу же, коль у вас такое дело, еще 807-ю, 309-ю статью посмотрим, 200-ю там получилось, что мы прокомментировали, да? Хоть она и не давала рот открыть. Но все-таки, давайте, чтобы интрига была, 807-ю откроем и 309-ю. Итак, 807-я статья ГК РФ. Договор займа. Первое. По договору займа одна сторона, займодавец передает собственно с другой стороны заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег, сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Ну, дальше там идет про валюту, про то, что нельзя на коммерческие цели выдавать. Странно, да, друзья? Ну, просто констатация факта. Что должно было произойти, если человек почитает 807-ю статью? Ну, да, был займ. И больше ничего. Ну, это действительно констатация факта. Почему нужно об этом напоминать? Или просто то, что вот она озвучила статью, это с претензией на юридическую грамотность? Ну, давайте дальше еще посмотрим 309-ю. Эта статья гласит о требовании надлежащего исполнения договорных отношений. Ну, а конкретно, если цитировать, то тут все просто. Статья 309 ГК РФ. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требований закона иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычными или иными обычно предоставляемыми предъявляемыми требованиями. Нет, ну все просто, да. И это тоже очередная констатация факта. Хочется спросить у нее, мы же начали обсуждать вопрос так называемого СИДа, срока исковой давности, и все вот эти требования, которые в вышеуказанных статьях есть, но они, скажем так, железобетонные, и если одна из сторон считает, что ее права нарушены, а именно в части вот этих вот статей, то надо идти в суд. А если в течение трех лет вы не обратились в суд, то значит все хорошо. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер как для простого гражданина, так и для юридического лица. То есть в течение трех лет, если вы, уважаемый, у них кредит не заявили о своих претензиях, я подчеркну официально, не склонили должника к подписанию документа, где он подтвердил в очередной раз, что он должен. Если в течение трех лет этого не произошло, если вы не подали иск в суд, это я сейчас в простых формулировках описал 203 статью того же гражданского кодекса, то все, претензия, скажем так, перестала существовать. Но мы все-таки послушаем дальше, еще здесь и есть веселье. А вы не забыли, что... Ну это начинается. Еще действующий, нет? Да послушайте, закон... Господи, ну что ли, вы боитесь услышать, что я вам скажу? Валерий Анатольевич, все-таки, все-таки, Валерий Анатольевич, все-таки, вы... Не хотите, да? Вы же сами сказали про закон. А слушать не хотите. Меня не слышите. Да почему же, это вы меня перебиваете, не даете мне слова вставить. У нас сейчас в Казани имеется гражданский кодекс российского кодекса. Да. И так же, будьте любезны сейчас почитать. В 807 статью... Ну я открыл, ну вы же не даете этого делать. И так же в 811 статью. Ну вы же не даете этого делать. Вы можете, Валерий Анатольевич, почитать. Давайте, хорошо, читаю, читаю. Я еще раз повторюсь. Да ёпт, сельмок, да что же вы за люди там такие, а? Вы боитесь? Вы боитесь, скажите? Ну нахрена ж тогда вы звоните, упоминайте про статьи. А сами даже не хотите слушать эти статьи. Вы же наверняка даже ее и не читали, эту статью. Хотел бы поговорить, договориться. Ой, ёлки-палки, как же с вами интересно, а? Да, бесполезные, беспомощные, ненужные, просто портят воздух, сотрясают и все. Но, если человек боится, если человек не привык думать, если человек, скажем так, загружен страхами, основанными на незнании, то даже очень не полезны и не было бы, не существовали бы они, если бы не было результата. Результат есть. Люди платят. Они платят малая часть, а большинство платят. Вот какая, друзья мои, беда, по-другому не назовешь. Люди отказываются думать. Комплекс вот этот вот, осознание того, что якобы кто-то кому-то что-то должен, укоренился в нашем, как говорится, интеллекте, в наших мозгах. Вообще, вот менталитет это вписалось даже русского человека. Если что-то кому-то должен, то все думать не нужно. Нужно просто делать все, чтобы отдать. А задуматься, что действительно принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Начни разбираться в ситуации. Ну, блин, не можешь, в конце концов. Подпишись на наш канал. Еще много каналов на YouTube подобных есть. Не знаю, насколько они интересны вам решать. Мой канал интереснее или, может быть, другие каналы. Но подпишитесь, оценивайте ситуацию, анализируйте. Блин, ну неспроста же мы существуем, вот такой канал. Никто нас не наказывает, никто нас не блокирует. Мы существуем, потому что мы действуем в рамках закона. Каждый имеет право защищать свою гражданскую позицию. Мы предлагаем вам этим правом воспользоваться. Не можете сами, но обратитесь к юристам, к вашим услугам. Компания Алям, Центр юридической защиты. Мы занимаемся тем, что мы помогаем как раз-таки людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с кредитами, с банками, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-структурами. Как мы работаем, вы можете узнать, оказавшись на нашем сайте. Ссылочка на наш сайт в описании этого и любого другого ролика есть. На сайте выложено видео. Вот его нужно обязательно посмотреть, если вы хотите узнать, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Также для вашего удобства кликабельная подсказка сейчас выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Пожалуйста, милости просим на наш сайт. Посмотрите, примите решение. Еще раз взвесьте все свои аргументы, аргументы вот этих вот взыскателей. Наконец-то убедитесь, что они ничего не могут. Но только лишь в том случае, если вы в противовес будете ставить им свои действия, свои решительные шаги. В том числе, такой шаг, как обращение к специалистам, к юристам во всем цивилизованном мире. Это общепринятая практика обращаться к юристам за помощью. Так и вы воспользуйтесь этим правом. Обратитесь и мы вам сделаем, создадим для вас ситуацию, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Не больше и не меньше. Банку, МФОшки, какой-нибудь онлайн займом. Да, это возможно сделать в рамках закона. Посмотрите видео. После этого оставите заявочку в форме на сайте. Мы вам позвоним обязательно в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Оставляйте заявку в форме, пишите корректную информацию. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны на сайте. Запишите их для себя, чтобы не пропустить. Если вы не хотите брать трубку от случайных номеров, тогда эти цифры запишите и обозначьте их юристы, компания «Ляма», «Ляма». Как угодно. И как вам лучше будет. И ждите звоночка, мы позвоним, вы зададите оставшиеся вопросы. И само собой, если захотите, вы подпишите с нами договор, и мы начнем представлять ваши интересы на всех этапах этого конфликта цивилизованного. И поверьте, вы, как и многие сотни наших клиентов, окажетесь в той самой ситуации, когда вы никому ничего не должны. И до этого, возможно, какая бы у вас сложная ситуация ни была, как бы вам тяжело сейчас ни пришлось, это все можно уже отбросить. И действительно, ситуация выровнится, выправится. И вы опять воспринимите, как говорится, духом и будете спокойно смотреть в завтрашний день. Также мы можем вам предложить отдельные какие-то ответы на вопросы. У нас мы записываем регулярно ролики, и в этих роликах отвечаем на вопросы, которые, собственно говоря, люди задают и в комментариях, и так просто в почту пишут, и при личных беседах. Из таких роликов создан уже целый плейлист. Ссылочка на плейлист в правом верхнем углу видеотрансляции. Сейчас выходит. Вот она. Думаю, вам будет небезынтересно посмотреть ролики с этого плейлиста и для себя, опять же, в очередной раз убедиться, что вы никаких законов не нарушаете, если вы не можете платить по кредиту, если у вас сложилась такая ситуация. Давайте еще раз к общему знаменателю, что называется. Для вашего удобства ссылочка на наш сайт выходит. Кабельная подсказочка в правом верхнем углу. Посмотрите видео на сайте. Вот она. Ну, посмотрели, вставляете в форме заявочку на обратный звонок и становитесь нашим клиентом. С этого момента можете уже не платить ничего. Да даже, вот если вы приняли твердое решение, посмотрели видео, у вас все устраивает, уже в этот момент может быть знаком, но вы можете перестать какие-то взносы вносить в банк. Это законное ваше право, поверьте. Это не какой-то каприз. Более того, это условия нашей компании. Только на тех, вот одно из самых важных условий, прекращение всех финансовых отношений с банком. Почему, кстати говоря, вы поймете, если посмотрите видео на нашем сайте. Ну, на этом, я думаю, можно заканчивать. С вас ждем лайки, комментарии этого ролика, естественно, очень интересно почитать. Ну и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Если подписчик уже давний, то естественно. Да и просто гость, поделитесь этим видео и другим роликом с нашего канала, пускай как можно большее количество людей узнает о той правде. То есть, репост в соцсетях, вот о чем я вас прошу. Группа ВКонтакте у нас есть, вступайте в группу ВКонтакте. Там все ролики дублируются, много другой интересной информации есть. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании АЛЯМ, Центра Юридической Защиты. Всего вам доброго, друзья, счастья и финансового здоровья. До свидания.